Новосибирск 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 активно вещи по спецоперации. Отечественные производители продуктов питания массово переходят на упаковку и оборудование из Китая и России. Это показывает сибирская продовольственная неделя, которая открылась сегодня в экспоцентре. Более сотни компаний представляют здесь продукцию пищевой промышленности, а эксперты бизнес-форума обсуждают насущные вопросы импортозамещения. Мясная продукция, напитки, кассовое оборудование – все это продают, показывают в экспоцентре. В новых реалиях, когда зарубежной продукции становится все меньше, отечественные продукты заполонили полки магазинов. Это аналог колы, фанты, спрайта. У нас свои названия «Энергетик Пауэрджек» и также природная, негазированная вода «Уланта». Все Новосибирская область производится. По качеству абсолютно не хуже и, как показывает практика продажи, очень хорошая. На выставке можно продегустировать продукцию от местных производителей. Например, вот это сырки томского производства. Натуральный творог, но очень вкусно. Мы производим всю линейку классической молочной продукции. То есть это пастеризованное молоко, кисломолочная продукция, сметана, творога. И вот запустили новую линию с плавленными сырами. В период санкций были проблемы с некоторыми видами упаковки. Часть производителей упаковки с рынка России ушло совсем. Теперь ищем альтернативы в Китае, в других странах. Сейчас стало немножко полегче, но стоимость из-за этого несколько выросла. Мы производим саму тару и продаем нашим компаниям, которые уже туда могут и мед, молоко, сметану, сыпучие продукты, биодобавки всевозможные, специи и все, что угодно, косметика. Продажи немного упали, конечно, особенно осень у нас тяжелее стала в плане продаж. Но я думаю, к визне у нас все равно сейчас импортное замещение будет. Много производств новых открывается. Мы будем их обеспечивать своей продукцией, как готовой по этой упаковке, так и обеспечивать оборудованием. Вот это оборудование для выдувания пластиковых бутылок. Сначала маленькие заготовки отправляются в печь. Там они разогреваются до 110 градусов, после чего поступают вот в этот конвейер. Он под давлением из вот таких маленьких заготовок выдувает уже готовую пластиковую бутылку. На выставке проходит межрегиональный бизнес-форум «В дни ритейла Сибири», где международные российские эксперты обсуждают вопросы импортозамещения. ООН и «Сибирская продовольственная неделя» продлятся до 28 октября. Запретить продажу энергетиков подросткам младше 18 лет. Такую инициативу единогласно одобрили в первом чтении на сессии областного ЗАГСобрания. Федерального закона об ограничениях продажи энергетиков нет, поэтому так важно обезопасить детей на местном уровне, уверены депутаты. Об этом говорили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна». Во втором чтении его нужно просто принять с окончательными какими-то поправками. Медицине, конечно, будут, ну, я думаю, что там существенно никаких не будет. И потом уже будет установлен, с какой даты он вступит в силу. А потом будем организовать общественный контроль, чтобы он еще и соблюдался. Мы ведь не первые, которые принимают в регионе подобный закон. Наши коллеги в некоторых регионах уже несколько лет назад приняли такие законы. Вопрос ведь в том еще, как это будет исполняться и будет ли исполняться. Потому что наша задача, вот то, что мы можем сделать, это принять закон в нашей региональной местной, ограничивающей потребление подростками. А вот как это будут контролировать? Мы сами знаем, у нас сигареты детям продают до 18, алкоголь продают детям до 18. Ну, энергетические напитки, я думаю, тоже, конечно, будут пытаться продавать. Ну, будем работать потом с правительными органами, с надзорными органами, чтобы все это обеспечить такой контроль. Специалисты Новосибирского института травматологии-ортопедии вылечили космонавта, героя России Михаила Корниенко после неудачного прыжка с парашютом. Сложнейшая операция на позвоночнике длилась 4,5 часа. Врачи сделали искусственный позвонок из его же ребра. Пациент быстро пошел на поправку, уже завтра его выпишут из НИИТО. Сегодня космонавт даже нашел силы, чтобы посетить ребят из детского отделения и рассказать о своей профессии. Поломался я два месяца назад. То есть я прыгал с парашютом на день ВДВ. 2 августа пошел на свой родной аэродром Алферево, Подмосковье, Майевский аэродром. Ну и не рассчитал ветерок, так мягко говоря, да. Взял круглый купол с дуру. Я на крыле прыгаю. А круглый он же неуправляемый, что он дубовый. Вот дуб его зовут, дуб, да. Десантники дуб зовут. Как будто, да, я думаю, молодость вспомнил. Вспомнил. Вспомнил молодость. Компрессионный позвонок. Компрессионный перелом, вернее, одного позвонка от поясничного. Неделю готовили. Я видел, что профессионалы, профессионалы рядом, да, просто с большой буквы. Они не сломя голову, там, они видят, вот этот параметр там плавает по крови. Давай-ка поднимем. Они меня сбалансировали перед операцией и потом только отправили. Поэтому я как бы не переживал особо. Сложные повреждения позвоночника, они и лечатся тоже сложно. Что такое сложно? Это значит, что зачастую из одного доступа выполнить весь необходимый объем хирургии невозможно. Для этого применяются методики комбинированной фиксации. Вот Михаил Борисович, мы применили методику комбинированной стабилизации передней и задней. Вы заменили поврежденную позвонку на что? Да, на кость и так называемый имплантат, который обеспечивает опороспособность именно в этом месте и не дает сегменту деформироваться. К его образ жизни он вернется, абсолютно точно убежден даже, и вряд ли он будет вспоминать про нас с позиции... Вот это зря. Я имею в виду другую позицию того, что когда-то что-то беспокоит. Друзья, сегодня у нас в гостях Михаил Борисович Кальминенко, космонавт, летчик-космонавт Белоруссийской Федерации. Можете спросить у настоящего космонавта, каково это быть в космосе? Агрессивная невесомость, там много побочных явлений от нее, перераспределяется кровь, лимфа в организме, лицо отекает, крова болит часто. Космос, он непростая штука, к нему нужен с уважением. Ну, как в принципе в любой профессии. Капитальный ремонт музыкальной школы номер 5 почти завершили. Старое здание превратили в современное помещение с хорошей звукоизоляцией. Теперь здесь достаточно места и для теоретических занятий, и для практических. В ближайшее время расставят мебель и инструменты. На следующей неделе доставят два рояля из Москвы. Возобновить уроки здесь планируют в феврале. В помещении еще пахнет краской и штукатуркой, но основная часть работ сделана. Все продумано до мельчайших подробностей. Например, вот эти точки на стене не элементы декора, они сделаны для подавления шума. Если постучать в ладоши, эхо будет отсутствовать. От фактически полуразвалившегося здания, затопленного подвала, обрывок каких-то проводов и абсолютно современное, подготовленное функционально, потому что сделана та звукоизоляционная прослойка во всех кабинетах, которая предусматривает работу с музыкальными инструментами. Это очень важно для детской музыкальной школы. Это всегда большая проблема. Весной этого следующего года школе будет 75 лет. То есть уже представляете, сколько мы живем. А теперь мы увидели такое помещение, которое как бы соответствует всему, всем нормам, санпину, всему-всему. И с большим как бы желанием все ждут с нетерпением, когда мы сюда уедем. И детки с большим удовольствием, потому что педагоги очень хорошие и как бы есть кому работать и есть с кем работать. Вот здесь будут прекрасные условия для этого. Осталось 5 процентов. Но эти 5 процентов будут даваться, наверное, тяжелее всего. Потому что вот все эти мелочи, они требуют очень тщательности, потому что вот это как раз то, что увидят все. И осталось вот буквально штрихи. Школу планируют открыть к февралю 2023 года. Сперва сюда переведут юных музыкантов из другого корпуса, а уже в сентябре проведут дополнительный набор детей. Путешествие по коридорам памяти. Известный театральный режиссер Валерий Фокин представил свой научно-фантастический триллер «Петрополис». Над фильмом он работал почти два года. Главная тема – доверие между людьми. Увидеть «Петрополис» на экранах можно будет с 27 октября. Первыми в Новосибирске ленту смогли посмотреть зрители кинотеатра «Победа». Приветствуем вас, говорящих от имени человечества. Этот фильм – это некое путешествие главного героя по своей памяти. То есть он вспоминает эпизоды из своей жизни разной. Нам надо было выстроить павильон огромный в последние годы. И вообще такой самый большой павильон, который был выстроен по размерам – 7,5 тысяч метров. Огромный павильон. Одна комната, он может зайти в Японию, может зайти в детство, может зайти в Америку, может зайти куда угодно. Он гуляет по некому коридору своей жизни и своей памяти. Две локации, которые мы снимали на Туртной – это на берегу залива Финского и Петербург. Финальные кадры – Петербург, Дворцовая площадь. Насколько я понимаю, это может быть проверка. Как мы будем вести себя в этой ситуации? В некоторых фразах у меня актуальность этого фильма вызывала просто отрепь. Настолько пугающе, актуально появлялась ваше произведение. Я не Кассандра, ты же понимаешь, даже не Клон, поэтому как тут попадать? Просто так получается, что иногда бывает так, что вот то, что происходит в воздухе, так сказать, неформулируемо, но в воздухе, ощущение, предоощущение того, что может произойти, ощущение жизни, вдруг прорывается за несколько лет даже. Конечно, это кино рассчитано все-таки на людей, которые хотят, ну, подумать, что ли, которые хотят что-то такое осмыслить. Я уверен, что такие люди есть, полно таких людей. И надеюсь на то, что какая-то часть их придет все-таки посмотреть. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Слушать можно в «Умных колонках». Попросите Алису включить радио «Городская волна». Завтра в 18 часов слушайте программу «Мэр отвечает». Анатолий Локоть пообщается с радиослушателями в прямом эфире. А на сайте nsknews.info читайте о том, как поучаствовать в конкурсе об экологии и природе. Смотрите «Новосибирские новости» на платформе Дзен и Рутюб. На этом все. До завтра. Продолжение следует...